Привет всем выжившим! И сегодня мы попробуем получить ружьё буквально голым персонажем. Ну, у нас будет только наган, который мы получаем в начале игры, и по сути всё. Из заданий из-за этого персонажа я сделал задание кислого, но при желании можно даже его пропустить. С собой мы возьмём, пожалуй, немножко патронов, аптечки, воды и еды, и, пожалуй, немного терпения. Воду, еду и нож мы можем купить в баре на вокзале, но также не забываем, что мы можем пользоваться колонками, которые довольно сильно избавляют нас от жажды, и плюс это бесплатно. Итак, мы подготовились, купили всё, что нужно, и теперь мы можем идти за своим ружьём. Как я говорил, не забываем про колонки, и, в принципе, если вы выполнили задания Макса и кислого, то вы спокойно можете пройти через ворота. Если же нет, и это у вас, например, новый герой, то мы можем попробовать выйти через бар. Я это покажу чуть позже. Если вы новый игрок, я бы всё-таки вам рекомендовал выполнить начальное задание у кислого и Макса. Это довольно простые задания. Кислый находится на вокзале и просит отстрелять собак. Ну, а Макс у нас находится рядом с парком, по центру карты. И, в принципе, также просит отстрелять собак, крыс, ну и принести коробки со склада. Так что ничего сложного. Как вы можете видеть, этот персонаж у меня новый, я уже его успел раздеть, чтобы продать одежду на рынке. Ну, а из квестов у меня выполнено задание кислого для получения пистолета. Но пистолет тоже не на этом герое, поэтому мы сейчас бежим с наганом. В принципе, если быть внимательным и постоянно перезаряжаться, то даже с этим наганом не должно быть проблем. Ну вот, мы уже приближаемся к воротам. Если вы выполнили задание кислого и Макса, то вас должны пропустить. Я же этого не сделал, поэтому мы побежим по другому пути. Ну, а сейчас стражник нас пошлет к черту. Нам нужен туннель, который находится рядом с баром, сверху от парка. Путь, на самом деле, не такой тяжелый. Особенно, если вы следите за своим запасом выносливости, то проблем не должно быть. В этом подземелье есть только аномалии и немного крыс, поэтому проблем быть не должно. Продолжение следует... Ну и вот мы оказались в окрестностях Любича. В принципе, все то же самое, что и было у нас до этого, только тут присутствуют кабаны, медведи и разные-разные твари. Так что надо быть аккуратнее. Наша задача выйти к дороге и спокойно дойти до места, которое нам нужно. Находится это место на Д3-4, если я, конечно, ничего не путаю. Я бы советовал вам больше оглядываться, желательно обходить кабанов. Ну, а если даже кто-то на вас побежал, то лучше не бегите, просто спокойно остановитесь, подождите, пока он подойдет поближе и начинайте стрелять. Продолжение следует... Здесь я решил немного сократить, но опять же, если вы оглядываетесь и обходитесь кабанов, то никаких сложностей не должно быть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потому что иначе вас заберут это ружье Ну, либо вы можете сказать, что вы оставите его себе Лично я его отменил Сам схрон с ружьем находится практически сразу за складом У вас не должно быть проблем, как у меня Но в любом случае, как только вы его поднимете, у вас окажется ружье А на этом, пожалуй, все Всем спасибо, кто досмотрел это видео Ставьте лайки, подписывайтесь Пишите, если вам помогло это видео Пока-пока